Здравствуйте, уважаемые любители кино! Сегодня мы вновь будем смотреть лучшие учебные, курсовые и дипломные фильмы выпускников Белорусской Государственной Академии Искусств. С появлением кино все предрекали гибель театру, но он выжил. Появилось телевидение, и то же самое предсказывали уже и театром, и кинотеатром. И опять пророчества пессимистов не сбылись. Сегодня век бурного технического прогресса, развития интернета, который забирает свою долю зрителей, говорят уже не о смерти театра, кино и телевидения, а о поливариантности, то есть о возможности выбора. Конечно, согласно прописным законам диалектики, вместе с техническими средствами меняется и учебная программа, подготовки будущих специалистов. Например, с исчезновением кинопленки грань между подготовкой кинорежиссера и кинооператора и телевизионного режиссера и оператора стала значительно тоньше, а порой исчезает вообще. Последние отодвигают первых с еще недавно незыблемых позиций, с успехом конкурируя при создании, например, сериальной продукции. А будущие режиссеры и операторы игрового и документального кино вынуждены во время учебы постигать основные телевизионные жанры, чтобы со своими элитными дипломами не остаться на обочине аудиовизуальной индустрии. Меняется и зритель. Конечно, вопрос дискуссионный. Телевидение меняет зрителей или зритель меняет телевидение? Но ясно одно – телеконтент и его форма подачи постоянно меняются. Устраивает ли он молодых режиссеров? И что снимают они сами? Мы попробуем обсудить с гостью нашей студии, выпускницей нашей Академии искусств Алены Ясинской. Добрый вечер, Алена. Здрасте. Мне очень приятно, что вы сегодня в нашей студии. Скажите, пожалуйста, я знаю, что вы снимаете свое кино. Вы участвуете уже в кинофестивалях. Вы преподаете. А удается ли смотреть телевизор дома? И какие программы вы предпочитаете? Весь контент, который касается белорусской истории, культуры. Или на белорусском языке, например. То есть можно сказать, что вы предпочитаете телеканал «Беларусь-3». Конечно. Вы учились на заочном отделении. И параллельно я знаю, что вы ходили еще в киношколу Минскую. Вы посещали какие-то еще кружки. А что дали вам эти кружки? И что дала вам Академия, кроме диплома? Когда ты хочешь научиться, я думаю, что тут важно просто быть готовым вообще воспринимать информацию в любом виде. И стараться как можно больше из разных источников ее собрать. Почему важно вообще ходить на какого-либо рода курсы? Потому что это разный взгляд разных преподавателей, разных мастерских. Это дает более общую какую-то картину, разную. И это помогает найти ответы на многие вопросы. Ну и вообще важно, наверное, задавать самому себе вопросы как можно больше. А почему именно вы выбрали заочную форму обучения, а не дневную? Когда это заочка, то это больше возможностей для того, чтобы заниматься... Практикой. Практикой, да, больше снимать. То есть будет больше времени. Например, возможность работать параллельно, получать опыт. Вот во время Академии я работала на СТВ видеоинженером, монтировала новости. Как вы пришли в эту профессию, к пониманию, что вам нужно заниматься именно этим? Что было толчком? На самом деле это огромное количество кружков. Спасибо маме. Да, как бы водила и музыкальная школа, и художественная школа. Это та же самая киношкола, которая была до Академии. И керамика, и кунг-фу, и все что угодно. И это вот огромное количество всего, и ты понимаешь, что тебе все это интересно. Но ты не знаешь, как это все объединить. И в какой-то момент ты понимаешь, да, почему бы и нет. Я, в принципе, через эту профессию, через создание своего фотофильма могу рассказать об этом все. Один из первых кружков, на которые я ходила, это был театр. Детский театр, ревюл, вот. И, наверное, там как-то отпечаталось этот образ, и там были женщины-режиссеры, которые так сидели. Нет, мы так поставим или так поставим. То есть оно, наверное, как-то повлияло. В школе постоянно тоже какие-то спектакли ставишь, 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 и уже все тебя ненавидят, потому что ты хочешь что-то делать, какие-то там постановки, там для родителей концерты. Но это как бы доставляло удовольствие всегда. Это та профессия, в которой ты можешь объединить все свои знания, не все здесь применимы. Прошли годы, а вы не торопитесь прийти на один из телеканалов белорусских. С чем это связано? Больше интересно кино, и интересно документальное кино, игровое кино, реклама, и, наверное, поэтому. Я знаю, что вы свой диплом защищали игровой работой, и очень неплохой. Я очень хотел, чтобы сегодня зрители ее посмотрели. Но вы сказали, что она еще не готова. Да, фильм совершенствуется, потому что на дипломе это была версия 22 минут. Сейчас, сегодня, то есть спустя три года, она уже 15 минут. Она более плотная, и я думаю, это стоит твое. Она вот, мы закончили, завершили наконец этап цитокоррекции, это все же такой более профессиональный подход. Но это все долго, потому что это все как бы частично бесплатно. Кто-то помогает, кто-то... То есть поэтому это как бы здорово, что есть такие люди, которые помогают, то есть там звук делать, музыку писать, да, но поэтому это так долго. Ну, мы все равно рады этому опыту, и надеемся, что вот уже в 19-м году мы его выпустим. У вас есть уже свои ученики. Вы несколько лет преподавали монтаж. Скажите, вот вы видите будущее в ребятах, и вообще они как-то свое будущее связывают с телевидением? Вот один из учеников, это Герман Малышицкий, который здесь работает на Белотеля радиокомпании. Мои дети, вот они на городском конкурсе «Изменим мир к лучшему» взяли и приз зрительских симпатий, и первое место. Ну, то есть еще их работу взяли там, грузинский какой-то фестиваль. Вы же и сами участник уже нескольких международных кинофестивалей. А как, вот есть какие-то в этом достижения, которые вас греют? В фестивале это все очень хорошо, это как бы важно. Там нужно быть, то есть, естественно. Но, наверное, не это больше греет. Ты видишь реакцию, особенно если вот там один из нескольких фильмов есть комедийный, и ты видишь, когда там все смеются, это просто счастье. Ты понимаешь, что у тебя получилось. Но если кому-то фильм не нравится, это тоже реакция, это тоже здорово. То есть это значит, у тебя тоже получилось вызвать эмоции какие-то у людей. А если эмоций никаких нет, нет ничего по поводу твоего фильма, нечего сказать, тогда вот уже вопросы. Мы плавно подошли к вашим фильмам, которые мы сегодня увидим. И мне бы хотелось бы, чтобы вы как-то заинтриговали нашего зрителя, почему он должен посмотреть эти работы, что у них есть такое, на что обратить внимание. Одна из работ — это «Насцовый анел». Это было задание сделать фильм по стихотворению. Выбрано было стихотворение Людмилы Рублевской «Места». И так как меня интересует тема белорусской культуры, хотелось это сравнить с «Раковским предместьем», которое заставлено машинами было. И вот хотелось обратить внимание, что, может быть, есть смысл посмотреть на это историческое место по-другому. И я смотрю сегодня, как бы спустя столько времени, «Раковское предместье» действительно стало меняться как-то. Не знаю, фильм повлиял или нет. Вряд ли, конечно. Но вот оно меняется, и вроде там даже делают пешеходную зону. То есть этот фильм на это был нацелен. «Асфальт кладут и город лавит, что место города не будет, а станет местом для жахарства». «Яблоко или банан» — это игровая работа, которая случайно так родилась. Это игра, называется «Яблоко или банан», то есть когда есть только один выбор. Эта игра может быть достаточно жестокая, с вопросами, которые там задаются, и поэтому это не всегда там смешно. Ну и фильм получился такой достаточно жесткий, по крайней мере. У тебя есть только минута. И ты ответишь на мои вопросы. То есть ты считаешь, что часики добавили серьезности? Потеряешь себя или друга? «Пошня из рода Рейтенов» — это история, связанная с Грушевкой. Это усадьба в Грушевке возле Барановичи, усадьба рода Рейтенов. Как бы это один из героев Белоруссии, про которого мало мы знаем. То есть больше поляки знают, чем мы. И вот важно об этом говорить. Это тот момент, когда ты вначале написал сценарий, потом снялся фильм, а потом этот сценарий превратился в рассказ, и его опубликовали еще в журнале «Молодость», как отдельно вообще просто рассказ. Здесь уже заинтриговали зрители. Я думаю, что надо обязательно посмотреть ваши работы. Ну что ж, спасибо большое. Спасибо за то, что вы пришли в нашу студию. Удачи вам творческих и в жизни тоже. Спасибо. Спасибо. Смотрим учебные фильмы выпускницы Академии Алены Ясинской. И не забудьте включить телевизор в следующую пятницу. Мы продолжим знакомить вас с лучшими учебными фильмами нашей Академии искусств и с ее выпускниками. До встречи на телеканале «Беларусь-3». Академия «Беларусь-3» Академия «Беларусь-3» Академия «Беларусь-3» Академия «Беларусь-3»